Борьба – это отличный выбор, чтобы научить ребёнка постоять за себя. Нагрузки ударных единоборств вредны для неокрепшего организма. А вот дзюдо или самбо не оказывают разрушительного воздействия на тело ребёнка, а только укрепляют. Различается самбо от дзюдо. Самбо болевые, больше всего в дзюдо удушающие приёмы. Как гласит самбо, всегда у спортсмена есть шанс отыграться. В дзюдо у нас гласит ошибок, ошибок не должно быть никаких. Ребята занимаются двумя видами спорта. И самбо и дзюдо. Занимаясь спортом, дети будут заняты делом, вместо того, чтобы бесцельно бродить по улицам. Когда мне было 5 лет, меня папа привёл сюда. Я был самой младшей в группе. И я потом ходил, ходил, мне нравилось. И там дальше я уже какие-то победы начал получать. 6 лет тренируюсь. Мне кажется, этот вид спорта самый хороший. Требует выносливость. Я занимаюсь дзюдо 4 года. Мама сказала, пойдёшь? Она спросила, пойдёшь на дзюдо. Я спросила, что это такое. Она сказала, придёшь, узнаешь. Ну, я пошёл в начале младшую группу. Там мы просто играли, играли. Потом меня перейдли в другую группу. Мы там уже отрабатывали броски. Ребята готовятся к первенству Центрального федерального округа по самбо, которое пройдёт в Гагарине 17 февраля. Защищать в честь спортивной школы Десногорска поедут 15 человек. Мы потихонечку готовимся к этому турниру. Надеемся, у нас будут чемпионы. Надеемся, что наши ребята будут лучшими и докажут на области, что наша школа умеет бороться и умеет завоевывать хорошие медали. Работаем по графику. Есть у нас специальный план график. Мы работаем поминутно. Всё время тратим с детьми в свободное время, если есть. Думаем, расписываем тренировки, какие-то соревнования, выезды. Единоборство для детей, как и другие виды спорта, полезно для здоровья, физического и умственного развития, а также приносят удовольствие и позволяют выпустить лишнюю энергию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!